Открытие сезона, лэдис и джентлмен. Мы соскучились по разборкам высшей лиги, и первая в сезоне на Маяковке удалась. Ислыч приняла у себя Брестская Динамо с феерией, голами, спорными моментами и, конечно же, фанатами. Брещане приехали в столицу не в самом большом количестве, но свой вайб над Бугом сохранили. А ведь в прошлом сезоне именно на игре против волков фаны Бреста лишились главного атрибута – барабана. А вот теперь психологически готовятся к новой команде в новом сезоне. Надежда не всегда есть, и самое последнее, что умирает у человека – это его надежда. Без надежды нечего не ездить на игры, нечего не болеть за команду. Естественно, мы надеемся на какие-то высокие места, на самые высокие места. Но надо объективно смотреть. Команда действительно новая. Ребята не сыгранные, ну никак. Ну куда же там сейчас за высокие места бороться. Ну и новый тренер. Где-то они притираются, где-то друг друга ищут. Еще неизвестно, основной состав непонятен, это ли основной состав. Или через пару туров мы все-таки увидим другой совсем костяк. Тем временем на верхнем этаже Маяковки можно было увидеть весь свет белорусского футбола. Карло Сало с Хасином Магрини о чем-то оживленно болтали в кафе. Володько и Юревич, вспоминая времена в БАТе, наверняка присматривались к бывшей команде. Даже Виталий Жуковский навестил бывшую команду. Порадоваться есть чему. Ислыч в этом сезоне будет играть в Еврокубках. Я думаю, что обойма не совсем еще та, которую, наверное, хочет и руководство, и главный тренер. То есть, я думаю, что нужно, ну, видно, что нужны усиления. Потому что это Еврокубки, нужно это учитывать, представляя честь страны и так далее. Так что им нужно все-таки поработать пару, я думаю, что пару вариантов им нужно для усиления. Видно, что есть немножко проблемы в составе. Да, у них сейчас есть травмы, но ждем ожидания. Ну, первое, что поздравил, конечно, Владимира Ивановича, с этим, вот он, видите, рядом здесь ходит, да. То есть, все-таки он, я считаю, что он долго шел к этому пути. Но, видите, он пришел. И пришел именно по спортивному принципу. Это очень важно. Вот эти слова Виталия Леонидовича в составе подтверждались на поле. Нельзя говорить о том, что «Волки» выглядели на голову сильнее. Первый стопроцентный момент появился как раз-таки у Брещан. Но форварды гостей явно не разобрались, а могли открывать счет. А вот Макай в своей бывшей команде забил, не поморщившись. И не празднует. 1-0 в пользу Ислыча, и первый тайм можно занести в зачет. А вот второй – сомнительно, но окей. Или мы ошибаемся? Не, вы ошибаетесь. Пересмотрите игру. В первом тайме у Бреста были моменты. А во втором тайме у нас были хорошие моменты, которые можно было доводить. Но так, как могли, ребята сегодня сыграли. В первом тайме имели хорошие достаточно моменты. Где-то немного отдали инициативу в середине тайма. Ну, пропустили гол. Ну, чего-то нам не хватало. В втором тайме вышли на борьбу. Тоже моменты позволяли. Но Ислыч хорошо контратаковала. Ну, я думаю, зрителям понравился такой футбол. Хотя бы в конце был открытый. Достаточно много моментов. Но что творит Свинский в рамке Ислыча? Номинация на сейвы тура кипера «Волков» обеспечена. На 60-й минуте спас при выходе Орешкевича 1 на 1, к примеру. Фланги «Брещан» по сути работали отлично. И Ярослав, и новичок команды «Дзьёв» работали вполне себе грамотно. Мне очень импонирует, что поскольку я как самый центральный. И у меня на флангах два парня, которые меня слушают, они мне доверяют. Поэтому нет проблем с ними коммуницировать и взаимодействовать. И я им очень благодарен за это доверие. Но там, где Ислыч сохраняла свои ворота на замке, сработала глубина состава команды «Бразевича». Действительно, «Брещане» на старте сезона могут похвастаться равнозначной альтернативой практически на любой позиции. Глубина скамейки в группе атаки есть, да. Наверное, может быть, другие позиции, там есть позиции, может быть, не так всё идеально. Но в группе атаки действительно есть, и мы принимали это во внимание, строя план на игру. Где-то, учитывая первый тур, учитывая, что ожидали немножко лишнее волнение, вот такой лишний брак, в каких-то эпизодах не постеснялись упростить игру с точки зрения оказания давления при игре длинными передачами на защиту соперника, вымотать её, заставить ошибиться. И ошибки были действительно, когда вот освежили, вроде бы сразу мне показалось, что надо было войти ребятам в игру какое-то время, мы отдали инициативу показать. Минут 5-7, я думал, но, наверное, не сегодня. При этом именно замена «Бразевича» решила исход встречи. Александр Вячеславович говорил о ролике слегка в команде. Не будем раскрывать секрет. Но именно Сергей Викторович, именно так и не иначе, на последней секунде матча принёс первое очко «Брещам» в новом сезоне. «Мирар», как бы сказал Карлос Алла, с начала сезона удалось. А Ислыч продолжает готовиться к первому сезону с Еврокубками. Надо проанализировать, посмотреть, да. Понятно, что сумбура много, эмоций много. Надо становиться лучше. Я бы не сказал, что, ну, каждая игра, она не то что подготовка к Еврокубкам, каждая игра подготовка к следующей игре. Постскриптум. На одной из ПТС-эконд ГТРК на лобовом стекле была написана «Волоцуга». Напомним, что с белорусского это переводится как «бродяга». А это ведь Сириус Блэк из «Гарри Поттера». Тот самый Сириус Блэк, если что, крёстный отец главного героя. Так если уже в первом матче сезона крёстным отцом стал невероятный антураж и развитие событий, пусть так и будет дальше. Мы с удовольствием будем наблюдать.